ребята всем привет мы на канале батя в деле меня зовут руслан появилась ошибка на бортовой панели стоп-сигнал слева то есть лампочка сзади перегорела слева и это может создать проблему в потоке то есть вовремя кто-то может не увидеть индикацию того что я тормаживаюсь ну то есть нужно быстрее это все дело менять и сейчас я покажу как это все делать можно сказать что в данный момент пробег семьдесят пять тысяч километров лампочки я покупаю где-то по 40-50 рублей поменять несложно в комплекте у нас в запаске достаточно всего для того чтобы это сделать то есть нам не нужно ехать какие-то спец отвертки покупать или что-то еще похоже в общем всего в комплекте достаточно для того чтобы это сделать только единство что нужно купить лампочку изначально ну и все погнали все покажу так вот собственно наша фара вот здесь левой части а конкретнее здесь у нас есть такое отверстие и такой штучкой из комплекта мы получается открываем эту часть пластиковым снимаем ее далее тут же после того как мы сняли раскрывается таких вот несколько болтов этой отверткой опять же из комплекта мы сейчас все это дело откручиваем принципе ничего сложного единственное могло быть немного проще если у кого-то есть чуть больше удобно и отвертка что побыстрее открутить так вот пожалуйста два вот таких вот болта далее конечно есть небольшая проблема по снятию предыдущих фар я помню что они очень жестко снимаются то есть впервые если вы это делаете это будет прям немного даже страшно в плане того что она не выходит тут резиновые такие резиновые отверстия и резиновые наконечники так сказать у этой фары и они там очень плотно сидят сейчас попробуем ее вытащить я покажу как это все выглядит внутри так сберем и потихонечку и и расшатываем и вытаскиваем пытаюсь с разных сторон по чуть-чуть на себя тянуть идет не очень хорошо есть так теперь вот как только и вытащил хотелось бы показать вот тут вот тут в этой части есть некая некий локер что ли его назвать до красный его нужно выдвинуть после этого рядом с этим блокером есть черный черный паз такой которую нужно отжать и уже вытащить питание из фары лучшем случае если машина своя все это дело можно протереть протереть также отверстие где стояла фара так собственно здесь ничего сложного нет у нас здесь есть несколько вот таких вот зажимов да можно сказать которые держат этот паз этот паз как только мы снимем там будет ячейка с лампочками которые могу менять первый раз когда делаешь тоже происходит все слишком плотно и кажется как будто на грани того что можно сломать так есть есть здесь тоже есть так значит если смотреть сверху вниз черная лампочка перегоревшие это у нас краски тормоз поворотник задний ход и и по-моему это против туманка так нас ничего сложного нету опять же лучшем случае конечно все это делать в перчатках провернули достали взяли новую вставили обратно так ну все ставим обратно в эти пазлы вжимаем эти отверстия ну так как я делаю уже уже не в первый раз в принципе у меня это все дело получается хорошо уже здесь как бы пластик можно сказать более мягкий так ну что элемент питания извиняюсь как бы снимаю на гоупро нет возможности где-то подлезть полноценно все это дело может быть показать вставить по максимуму залезть туда камерой ну не получается просто все здесь как бы я элемент питания этот питание да я вставил и этот локер он как бы застопорился поставок элемент питания стали главным нам здесь уже попасть вот этими пазами так вроде есть вроде есть сразу сейчас заведу машину попробую посмотрю ошибку есть или нету так ну что ошибка пропала в принципе все работает так ну что ребят в принципе ничего сложного как бы знаешь можно это сделать минут за двадцать как бы очень быстро все допустим я это делаю чуть дольше потому что я еще снимаю ролик и рассказываю так бы ну я бы все это очень быстро перекинул мне кажется даже 15 минут достаточно если все же у кого-то какие-то непонятки остались пишите в комментариях в плане лампочки единственное что утапливаете ее нажимаете на нее и там она как бы в пазы встает то есть там два есть у тех как как она как двухконтактная вот эти вот там такие бугорки вот они ровно встают там как в пазл то есть в принципе не ошибетесь то есть там реально ничего сложного но если что пишите в комментариях в общем и до встречи в новых роликах давайте всем пока пока